Бытие 1, стихи 27 по 28, а потом Бытие 15. Бытие 1, стих 27, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Мы знаем, что семья — это любовь, преданность и забота. Неправильно считать семью лишь физическим или эмоциональным объединением людей, у семьи есть другие цели и задачи, и мы должны их узнать. Я хочу, чтобы сейчас вы открыли Бытие 15, потому что я считаю, чтобы по-настоящему понять, что такое семья, мы должны понять, что такое завет. Обычно мы рассматриваем семью с двух точек зрения. Первая ситуация и вторая функция. С ситуационной точки зрения, хорошая семья — это то, что мы видим в фильмах, книгах, журналах. Дети никогда не плачут, мусорное ведро всегда пусто, дом убран, и серьезных проблем нет. И все веселы. Кто из вас знает, что так не бывает? Это герои сериала, но точно не Тэффи и Крефла Доллар. Никто из нас не соответствует этому описанию. Оно нереально. Нам нужно избавиться от мифов о совершенной семье, прекратить попытки достичь чего-то нереального и начать понимать, что же такое семья на самом деле. У нас нет права давать собственное определение семьи. Наше представление о семье далеко от истинного содержания семейных взаимоотношений. Быть близкими родственниками еще не значит быть семьей, как ее определяет Бог. Нам нужно задуматься о том, что Бог говорит о семье. Семья — это больше, чем совместное проживание близких родственников. Это больше, чем система межличностных взаимоотношений или ограниченный круг людей. Семья — это сила, которую дал человечеству сам Бог для того, чтобы сделать людей счастливыми. Это сила. Задумайтесь об этом. Семья — это сила, которую Бог дал миру. Чтобы благословить людей во все время их жизни. Но это сила не только физическая, но и духовная. Духовная сила. Бог создал институт семьи, чтобы благословить нас. И когда мы поступаем не так, как Он задумал, семья превращается из благословения в проклятие. Мы говорили о Божьем Царстве. Божье Царство означает, что мы должны поступать в соответствии с Божьими замыслами. Мы понимаем, что в Божьем Царстве нужны семена, нужна почва, нужен сеятель. Если вы знаете хоть немного о земледелии, вы можете понять Божье Царство. Библия — это не свод правил, а мешок с семенами. В Писании говорится, что Слово Божье — это нетленное семя, и это нетленное семя всегда дает всходы. Но семя, у которого нет почвы, хорошей почвы, не прорастет. Вы должны взять семена из Библии, эти семена и есть Божье Слово, и посеять их в свое сердце, оберегать их, защищать их, и они прорастут. Если у вас есть семья, вы должны понимать Божье Царство. Если у вас есть семья, вы должны понимать, что вам придется сеять семена Божьего Слова, чтобы ваша семья действительно стала силой. Если у вас есть семья, вы должны понимать, что менять вам прежде всего нужно будет себя. Нельзя требовать от своей жены, чтобы она изменилась. Нет, меняться нужно вам самим. Сначала изменись сам. Вы будете поражены переменам в своей семье, если изменитесь сами. Вам не нужно объявлять всем, что вы в доме главный, потому что если вы изменитесь и позволите Божьему Слову, сокрытому в вашем сердце, прорасти в вашей жизни, тогда крысы, тараканы и даже рыбки в аквариуме будут знать, что вы глава семьи, потому что вы делаете то, что должны. Настоящий мужчина — это не тот, кто властвует над людьми, потому что если вы не можете управлять собственными эмоциями, вы будете стремиться управлять другими людьми. Если вы ощущаете собственную слабость в той или иной сфере, если у вас низкая самооценка, тогда вы будете стремиться унизить окружающих, чтобы поднять себя в собственных глазах. И тогда в семье начнется кошмар. И идеальной семьи не существует, потому что в каждой семье есть свои трудности. Итак, давайте разберемся, что делает семью семьей. Когда семья не действует так, как изначально задумал Бог, тогда в ней создается плохая ситуация. Если в семье не следует принципам или следует ошибочным принципам, это неизбежно приводит к бедствию в этой семье. Семья — это Божье установление. Это сила, которую Бог принес на эту землю для блага всех людей. Семья — это не обязательно люди, родившиеся от одной матери и отца. Эта церковь — тоже семья. Семья строится на посвящении и обещаниях, которые мы даем друг другу. И хотя в вас течет разная кровь, если вы готовы дать обещания, если вы готовы посвятить себя семье, тогда вы можете быть частью этой семьи. Я хочу, чтобы мы задумались о семье как о силе, потому что сила — это то, что может менять ход событий и порядок вещей. А Бог относится к семье как к силе. Он установил институт семьи как силу на благо всех людей. И я хочу, чтобы вы слушали очень внимательно, когда я буду рассказывать вам о том, что является основанием для семьи. Основание для семьи, друзья, — это завет. Завет — это основание для семьи. Вы должны понимать, что такое завет. Завет — это взаимоотношение, основанное на обещаниях, а не на условиях. Он основан на обещаниях, а не на условиях. Мы так привыкли строить свои заветы и договоры на условиях, но тогда это контракт. Контракты строятся на условиях. Заветы строятся на обещаниях. Вы меня слушаете? Слово «завет» происходит от слова «собираться». Вы должны понимать, что семья строится на обещаниях, которые произносятся в Божьем присутствии. И теперь вы ответственны за исполнение этих обещаний. Завет прежде всего строится на обещаниях. Завет — это то, что рождает любовь. И семья является результатом этих заветных обещаний. Это значит, если вы не понимаете, что такое завет, вы никогда не поймете, что такое семья. Вы можете ходить по психологам и психотерапевтам и спрашивать у них, что такое семья. Но не они создали институт семьи. И если вы не понимаете, для чего вещь предназначена, вполне вероятно, что вы ее сломаете. Если вы не понимаете, для чего вещь предназначена, вполне вероятно, что вы ее сломаете. Также и с семьей. Вы должны знать, как она зародилась, с какой целью, из чего и как должна действовать, как изначально задумано, чтобы можно было исправить то, что испорчено или действует неправильно. Нужно взглянуть на семейные взаимоотношения, на то, что происходит в семье, разобраться, где мы ошиблись и как это исправить. В качестве иллюстрации я хочу использовать церемонию заключения завета, совершенную во Дни Авраама. Но прежде всего давайте прочтем Бытие 15, и потом я сравню эту церемонию заключения завета с браком и семьей, и вы увидите, что между нами должны быть такие же заветные взаимоотношения, которые были у Авраама. Хорошо? Давайте прочтем Бытие 15, начиная с первого стиха. Здесь говорится о завете, заключенном между Богом и Авраамом. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Бог произнес обещание, и Авраам хотел убедиться в том, что может верить в то, что Господь его исполнит. Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их и рассек их пополам, и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мира беззакония Мареев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными, в этот день заключил Господь Завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Я прочел этот большой отрывок, потому что буду очень много говорить о Завете. Итак, давайте поговорим о Завете. Завет — это обет. Это клятва. Это обещание двух или более сторон выполнить некоторое действие. А во времена Авраама этот Завет был еще и кровным. Завет скреплялся кровью, а не чернилами. Это не был контракт. Это было соглашение на крови, что означало, нарушивший его должен умереть. Это был кровный Завет, скрепленное кровью соглашение о выполнении каких-то действий. Целью Завета, его предназначением, было преодоление слабости. Цель Завета во времена Авраама — избавление от слабости. Итак, у нас есть семья земледельцев. Покажите так, чтобы все увидели. Это семья Вильямс. И есть семья воинов. Семья бургов. У этих семей есть нечто общее. У них есть свои сильные и свои слабые стороны. Если вы не состоите в браке, не ищите себе мужа или жену таких же, как вы. Почему? Потому что, если вы найдете такого же, как вы, человека, тогда пройдут 20 лет, а вы все будете таким же. Нужно найти человека, который поможет вам преодолеть ваши слабости. И вся церковь доскажет «Аминь». Потому что никто не считает, что в его жизни есть слабые стороны. И это будет проблемой в браке. Дело в том, что в браке все ваши слабости становятся сильнее. Адам был логоцентричным. Ему не нужно было заботиться ни о ком другом, кроме Адама. Потому что никого другого не было. Но для того, чтобы Адам смог быть подобным Богу, ему нужно было научиться заботиться о ком-то больше, чем о себе. И поэтому Бог дал ему Еву. И когда Бог дал ему Еву, тогда Адаму пришлось выйти из своего гацентризма, ведь теперь ему нужно было заботиться о Еве. И когда Ева совершила эту роковую ошибку, и Адам съел этот плод, потому что якобы она заставила его. Она не заставляла его. Он мог бы отказаться, повести себя, как подобает настоящему мужчине, и сказать «Нет, Бог запретил нам есть этот плод». И если бы Адам поступил так, нам бы сейчас было гораздо лучше. Аминь. Но вот что делает Адам. Адам, чтобы покрыть собственный проступок, винит Еву и говорит Господу, «Все это из-за той женщины, которую ты дал мне». И я хочу, чтобы вы заметили, что Адам никогда не признавал собственную ответственность за происшедшее. Как бы все сложилось, если бы Адам сказал, «Бог, я знаю, я поступил плохо. Я беру всю ответственность за происшедшее на себя. Ты повелел мне охранять сад. Я не сделал этого. Я каюсь. Прости меня. Задумайтесь об этом». Перед нами Бог, любовь которого безусловна. Ты серьезно? Бог сразу же ответил ему, «Ладно, я прощаю тебя, и все было бы так, как прежде». Но вместо этого он обвинил во всем жену. Это ее вина. Это ее вина. Я помню во многих своих спорах с Тэффи. Я знаю, что вы думаете, что после того, как человек обращается к Господу, у него больше нет проблем. Кого вы дурачите? Мы вас знаем. Понятно? Как я уже говорил вам раньше, не бывает идеальных мужей или жен. Даже если вы найдете того единственного, и у него будут проблемы. Каким бы человеком ни был ваш настоящий или будущий муж или жена, для того, чтобы достичь гармоничных отношений в браке, вам придется через многое пройти. За хороший брак нужно платить. Как долго вы в браке? 51 год. Вы заплатили за это? Да, сестра Бетти сказала «да». За это нужно платить. У них, как и у всех остальных, было искушение развестись. И если бы они развелись, они бы выпали из этого процесса освобождения, который происходит только в браке или во взаимоотношениях с кем-то. Это так важно. Это очень важно. Мы нужны друг другу. Взаимоотношения могут быть мостом, без которого остается лишь пропасть. Если вы думаете, что сможете добиться успеха в одиночку, и если вы считаете, что вам никто не нужен, поверьте мне, вы сильно ошибаетесь, потому что Бог использует взаимоотношения, взаимоотношения в браке или другие взаимоотношения, чтобы перевести нас из одного места в другое. Бог участвует во взаимоотношениях между людьми. Вы должны признать, что ваша точка зрения субъективна. Вы не можете видеть все, что на самом деле происходит в вашей жизни. С вашей точки зрения все в порядке. У вас нет никаких проблем. У меня все в порядке. Я ехал домой из церкви и объяснял Тэфи, что если она изменится, все будет в порядке. И не я во всем виноват, а ты. Ты должна радоваться привилегии и чести быть моей женой. Видите, какое было у меня отношение? У меня были серьезные проблемы. Да, я так говорил тогда. Позже я поверить не мог, что я мог такое сказать. Я пытался изменить ее, а менять нужно было себя. И когда я изменил себя, мне показалось, что изменилась и она. Она не очень изменилась, но если вы хотите изменить ситуацию в своей семье, измените себя. Не нужно смотреть на жену или мужа, проблема в тебе, ты проблема. Нет, укажите на себя и скажите, в этой ссоре виноват я. Я не знаю, в чем конкретно, но я знаю, что для танца нужны двое. И я знаю, что где-то у меня проблема, и мне нужно разобраться с собой. Сегодня я хочу, используя церемонию заключения Завета, показать вам несколько моментов, на которые нужно обратить внимание в семье, потому что Завет — это основание для того, чтобы семья стала силой. Итак, у нас есть семья земледельцев и семья воинов. И вот что их объединяет. У них есть слабости. Земледельцы искусно выращивают пищу, но их проблема в том, что они не могут воевать. Их слабость проявляется с приближением войны. И хотя они могут выращивать пищу, они могут умереть от голода, потому что к ним может прийти другой воин, избить их и отобрать все, что они вырастили. Войны — сильные люди, но они не умеют выращивать пищу. И вот беда. Хотя они и могут воевать, если они не научатся выращивать себе пищу, они умрут от голода. И теперь у обоих семей появляется потребность в завете. Потому что для того, чтобы преодолеть свои слабости, им нужно найти того, кто силен в той сфере, в которой они слабы. Даже в современной Америке мудрый генеральный директор берет на должность заместителей, которые могут заняться тем, в чем он сам слаб. Берите на работу тех, кто может укрепить вас. Также нужно поступать и в браке. Не вступайте в брак с человеком таким же, как вы. Найдите человека, который сделает вас сильнее. Если вы желаете вступить в брак, вы должны искать человека, который сможет своими сильными качествами восполнить ваши недостатки. Вы встречаете человека с сильными организаторскими качествами, а ваша сильная сторона — терпение. Если вы объединитесь, вы сможете победить свои слабости, заменив их сильными качествами друг друга. Вот что вы должны искать. Не думайте о том, что какая она симпатичная или какой он милый. Забудьте об этом. Есть ли в этом человеке то, что сделает вас лучше? Понятно? Потому что, в конце концов, неважно, насколько человек симпатичен или мил, если у него отвратительный характер, если в нем нет того, чего вы ищете, или он вам не помогает, тогда он сразу перестает быть милым или симпатичным. Ясно? Итак, две семьи решают, а почему бы нам не избавиться от своих слабостей? Вот что я делаю. Я ищу возможности избавиться от своей слабости. Холостые и незамужние, ищите возможности избавиться от своих слабостей. После свадьбы у вас не должно быть умноженных слабостей. Если у вас нет ни гроша, не ищите человека, у которого тоже ни гроша. Потому что тогда в одном доме будут жить два нищих человека. Когда мои дочери будут выходить замуж, если они не спросят у своих женихов о содержимом банковских счетов, тогда я спрошу, потому что мне не нужны новые нахлебники в моем доме. Если они выходят замуж, то из дома должны выйти. Нечего опять возвращаться домой. Можете приходить в гости, но не более того. Ты не хочешь нянчиться с внуками? Я похож на человека, которому нравится нянчиться с внуками? Мне нравится, когда они приходят в гости, но вечером они должны идти домой вместе с своими родителями. Я люблю своих внуков, и однажды я их у себя оставил, но больше этого не повторится. Грег оставил свою дочку у нас, а ей потом захотелось в туалет, а затем принять ванну. Вы знаете, что у меня белокожие внуки. И вот она лежит в ванной и пытается мыть волосы. Внучка, у меня нет ничего подходящего для твоих волос, ничем тебе помочь не могу. Я не знаю, что делать. И я решил, что это больше не повторится. Больше не оставляйте их у меня. Я ничего не знаю о том, как укладывать волосы белым людям. Я сказал, я ничего об этом не знаю. А потом она выходит из ванной, эй, топ-топ, никакого топ-топ, садись, не шевелись, жди, пока придет твой папа. Теперь и семья воинов, и семья земледельцев будет искать тех, кто сможет избавить их от их слабостей. Они нуждаются друг в друге, и они приветствуют друг друга рукопожатием. И первое, что они делают, чтобы установить эти взаимоотношения, пожалуйста, послушайте, потому что это очень важно, они вступают в длительный разговор. Послушайте меня, друзья. Если вы пропустите эту часть, то вы обязательно пострадаете впоследствии. Длительный разговор. Им нужно поговорить. Земледельцам нужно узнать, что из себя представляют эти воины. Воинам нужно понять, что из себя представляют эти земледельцы. Им нужно знать, что они готовы сделать и как. Им нужно знать, какие продукты они выращивают, что они не могут выращивать. Им нужно знать, действительно ли они могут сражаться, и кого они уже смогли победить. Так же и в супружеских отношениях. Когда вы знакомитесь друг с другом, вам нужно долго разговаривать. Не нужно сразу же приступать к обсуждению свадьбы на следующей неделе. Вам нужно поговорить. А как тебя зовут? Это твое настоящее имя? Хорошо. Твои родители. Они твои родители? Они тебя усыновили? А это твоя бабушка, а ты называешь ее мамой? Мне нужно знать, что происходит на самом деле. Мне нужно знать, как ты рос. Мне нужно знать, кто ты. Ты африканец или метис? Мне нужно это знать. А вдруг у меня родится ребенок с голубыми глазами? Мне нужно знать, что происходит. Вы должны быть честным во всем. Вам нужно поговорить обо всем. Вам нужно понимать природу вещей. Например, вам нужно хорошенько изучить его или ее волосы. Посмотреть на волосы мамы. Более того, вам нужно спросить, это твои настоящие волосы? Такие длинные, красивые, только очень похожи на лошадиные. Это очень серьезно, друзья. Представьте себе, после свадьбы вы прикасаетесь к ее голове и задаете себе вопрос. А что это за бугорки? А это места крепления ее волос. Нет, она вас не обманывала. А это действительно ее волосы. Она заплатила за них своей кредитной карточкой, но они не выросли из ее головы, понимаете? Друзья, послушайте, я говорю правду. Вам нужно знать длинные ресницы, которые вам так нравятся. Аминь. У тебя красивые ресницы, они твои? Цвет глаз. У тебя красивые глаза. Носишь линзы? Или это натуральный цвет? Косметика? Можно увидеть тебя без косметики? Послушай, я ведь собираюсь отдать тебе все права на себя. Мне нужно быть уверенным в этом. Мне нужно знать. Некоторым мужчинам нравятся красивые ступни. Вам нужно посмотреть на ее ступни. Для этого придется сходить с ней на пляж. Нужно сходить с ней на пляж, потому что она может быть красивой с головы до лодыжки. А когда снимет туфли... О, да как же это! Ничего себе! Ничего себе! Постарайтесь выяснить заранее. Вы должны знать. Для этого и нужны длинные разговоры. Вам нужно узнать. Послушайте меня, друзья. Вам нужно узнать, а потом рассматривать ступни и мозоли на них. Это что, лосьон, который ты забыла стереть по ноге или что-то другое? Бог мой, да у тебя там все в трещинах. Ты делаешь вообще педикюр и маникюр? У тебя такие длинные ногти на ногах? Почему все простыни в крови? И у вас все ноги исцарапаны, потому что вы спите с вампиршей, у которой когти на ногах. Об этом нужно поговорить. Сейчас вы смеетесь, но об этом нужно говорить. Это совсем не смешно. Это не будет смешно, когда у вас начнется медовый месяц, и все вроде хорошо, но вдруг она снимает свои туфли. Понимаете, да? Если это для вас важно, вам нужно об этом спросить. Вам нужно поговорить о детях. Сколько детей вы хотите? Вам вообще нравятся дети? Если он скажет, я хочу 14 детей, вы сможете ответить, давай, пожалуй, прекратим наши свидания. Вам это нужно знать. Представьте, вы уже два года замужем, и вдруг впервые узнаете, что ваш муж хочет иметь 14 детей. А этот вопрос нужно было поднять во время длительных досвадебных бесед. Вы меня слушаете? Вот почему так важно разговаривать. Никогда не говорите, что вам нечего обсуждать. Вам нужно разговаривать по телефону, разговаривать на свиданиях, вам нужно разговаривать постоянно. Приготовьте список вопросов, тысяча вопросов, которые вы сможете задать ему. Один из вопросов с удары не должен быть таким. Сколько ты зарабатываешь? Можешь сказать, какая у тебя зарплата? Я не шучу. Можешь сказать, какая у тебя зарплата? Как жаль, что есть женщины, которые замужем уже много лет и до сих пор не знают, сколько зарабатывает их муж. Вы должны это знать. И если он не желает рассказывать вам о своей зарплате, тогда, возможно, он не пожелает вам рассказать и о многом другом. Возможно, он не настроен серьезно, потому что слаб в финансах. Вам нужно знать, силен ли он в вопросе финансов. Попросите у него квиток с записями о его зарплате, и обязательно обратите внимание на то, какая там стоит дата. Может быть, у него уже нет работы, и он дал вам какую-то старую бумажку. Попросите его показать подтверждение о последней зарплате, чтобы вы своими глазами смогли увидеть, сколько он зарабатывает. Аминь. Когда увидите его машину, спросите, это твоя машина, или ты ее взял на прокат? Это твоя стереосистема, или у тебя есть долги? Много? Потому что если у него есть долги, это создаст определенные трудности, если вы поженитесь. Как ты ладишь со своей семьей? Потому что я не хочу начинать свою семейную жизнь с твоих семейных проблем. Аминь. У тебя есть дети? Вдруг мне придется иметь дело с их мамой? Вы должны все это выяснить, прежде чем вступите в брак. Что ты любишь есть? Тебе нравится заниматься спортом? Я вижу, что тебя не интересуют занятия спортом. А кушать ты любишь немало. Значит, собираешься толстеть? Что ты будешь делать с этим пузом? Ведь ты будешь выглядеть как женщина на девятом месяце беременности, которая никак не может родить. Послушайте меня, дамы и господа, я пытаюсь вам помочь. Если эта девушка выглядит очень стройной, спросите ее, ты носишь корсет? На тебе корсет? Потому что однажды я захочу, чтобы ты его сняла. Прежде чем я женюсь, мне нужно знать, изменятся ли твои формы без корсета. Сейчас, когда ты в корсете, все выглядит даже очень хорошо. Но я не хочу, чтобы после свадьбы, когда ты наконец-то его снимешь, я увидел, что тебя гораздо больше, чем я предполагал. Гораздо больше. Господи, помоги. Вы понимаете, насколько важно вести долгие разговоры? Вы видите, скольких проблем можно избежать с помощью долгих разговоров? Так ведь можно и напугать человека. Если он или она испугается, ну и что, пусть уходят. Ведь нам нужен человек, который сделает вас сильнее. Вам нужен человек, который поможет вам избавиться от ваших слабостей. Вам нужен человек, для которого вы сможете быть благословением. А без долгих разговоров вам этого не понять. Ведь вы будете давать друг другу обещания. А откуда вы знаете, какие обещания давать друг другу? Я всегда задавал себе вопрос, почему люди произносят одинаковые обещания на церемонии бракосочетания? Ведь люди разные, обещания одинаковые. Мы с женой договорились сделать это заново, потому что мы должны дать друг другу новые обещания. Я хочу дать ей особенные обещания. Я не собираюсь произносить брачные обеты, которые придумал какой-то священник. Ведь не священнику жить с ней. Я буду с ней. Нам нужно обсудить, какое посвящение каждый из нас готов сделать, потому что сила семьи зависит от того, что мы готовы посвятить друг другу, что мы готовы друг другу пообещать. Вам нужно поговорить. Не нужно стесняться. Нужно разговаривать. Но ведь он так хорошо целуется. Когда вы поженитесь, вы к этим поцелуем привыкнете. Вначале много захватывающего. Но если нет чего-то существенного, даже то, что вас некогда захватывало, быстро наскучит. Вы понимаете, о чем я говорю? Прежде всего, вы должны признать, что ищете заветных взаимоотношений. А потом вам нужно узнавать друг друга через долгие разговоры. Иногда с помощью разговоров можно быстро понять, что вы не подходите друг другу. Сходите в гости к родителям друг друга. Сходите вместе в ресторан. Отправьтесь на пикник с друзьями друг друга, и, возможно, вы поймете. Нет, это не для меня. Это безумие. Все эти люди сумасшедшие. Вы входите в дом, и они говорят, снимите свою обувь. Заходите. Сегодня у нас на обед улитки, змеи и обезьяньи мозги. Лучше знать заранее. Если вы хотите знать, как будет выглядеть ваша будущая жена, найдите время пообщаться с ее мамой, потому что ваша будущая жена будет очень похожа на свою маму. Она и вести себя может, как ее мама. И если вам не нравится ее мама, то вам не будет нравиться ее дочь, когда постареет. Согласитесь со мной? Вы, конечно, сейчас смеетесь, но ведь это правда. Я так много внимания уделяю разговору важности долгих разговоров, потому что именно они определяют успех будущих взаимоотношений. Говорить надо много. Очень много. Задавайте вопросы, которые у вас есть, а потом спросите у родителей или друзей, что еще, по вашему мнению, мне нужно спросить. Разговаривайте, разговаривайте. Ты игрок. Тебе нравится играть чувствами людей. Нельзя ложиться в постель с человеком, с которым вы не состоите в браке, потому что так вы лишите этого человека возможности правильно развиваться эмоционально. Если вы вступаете в интимные отношения с человеком до брака, а потом вступаете с ним в брак, если вы сожительствуете и занимаетесь сексом до брака, тем самым вы лишаете ваши супружеские взаимоотношения ценности, делаете их дешевыми. И когда вы станете мужем и женой, из-за того, что ваши отношения не развивались правильно, секс не будет для вас чем-то особенным, потому что вы изначально не считали его чем-то особенным. Вы не посчитали, что это очень важно, и что это должно произойти в правильное время, чтобы не повредить правильному эмоциональному развитию ваших взаимоотношений. Это очень важно. Никакого секса до брака. Никакого сожительства. Пусть брак будет чем-то значимым, потому что через какое-то время он может передумать жениться, ведь зачем жениться, если он и так может получить то, что хочет и без женитьбы. Девушки, помните, что без свидетельства о браке о сексе и речи быть не может. Без этого свидетельства интимные отношения недопустимы. Послушайте меня. Когда вы вступаете в брак, два самых важных пункта. С вами все в порядке? Итак, вы вступаете в брак, есть два самых важных пункта. Для мужа очень важно уважение и почтение, даже если его больше никто не уважает. Большинство женщин не оказывают почтение своим мужьям, если другие люди не оказывают им почтение. Они почитают мужа, когда его легко почитать. А почитать и уважать мужа нужно даже тогда, когда он не вызывает уважения у других людей, потому что если вы не почитаете и не уважаете его, вы причиняете ему сильную эмоциональную рану, которая заживает очень долго. Например, он совершил что-то неправильное, и из-за этого вы не встречаете его обедом. Нет, вы просто обязаны встретить его обедом именно в этот момент, потому что это первое, чем вы проявляете свое почтение и уважение. И если он увидит, что его жена и его дети, вся семья не почитают и не уважают его, он получает глубокую эмоциональную рану. Чтобы он об этом не говорил, он эмоционально ранен, и его рана проявляет себя через гнев. А наиважнейшая потребность женщины — это потребность в безопасности, и вы не сможете дать ей эту безопасность или ощущение безопасности до тех пор, пока не продемонстрируете ей, что готовы на все ради того, чтобы защитить ее. Если вы действительно покажете ей, что готовы на все, чтобы защитить ее, тогда вы сможете дать ей то ощущение безопасности, которое является высшей потребностью любой женщины. Она будет знать, что вы ей преданы, и в браке с вами она в полной безопасности. Но одного понимания этих истин недостаточно, если нет понимания завета. Согласны? Итак, у них были длинные разговоры, на которые понадобилось, скажем, около года. И после этих долгих разговоров они пришли к тому, что они нуждаются в завете друг с другом. И они пожимают друг другу руки в согласии. Мы сделаем это. А теперь я пойду и объявлю это семье. А ты пойдешь и объявишь это в своей семье, вы объявляете это своим семьям, и они отправляют приглашение. И так появилась традиция рассылать приглашение на свадьбу. Мы рассылаем приглашение, потому что будет свадьба, будет заключен завет. А потом они будут говорить о том, что будет происходить в результате этого завета. Решается, где будет происходить церемония заключения завета, как, например, при заключении брака. Вы выбираете церковь или другое место, где будет происходить церемония заключения Брачного Завета, а потом назначается дата этого события. Все оговорено, дата назначена, все готово. И теперь они приходят в Международную Церковь World Changers, чтобы заключить свой завет, чтобы избавиться от своих недостатков. Теперь из семей выбирается сильнейший земледелец и сильнейший воин. Они назначаются заветными представителями семей. И именно они выполняют церемонию. Первое, что они делают, они выбирают заветное животное. Если помните, в Бытие 15, когда Бог был готов заключить завет с Авраамом, Бог сказал, «А откуда мне знать, что тебе можно доверять?» Он сказал, «Иди и возьми этих животных». Потом с этими животными они возвращаются к церемонии завета. Они поднимут это животное и разрежут его на две идеальные половинки, разделят его ровно пополам. Разрезав это животное пополам, они кладут части животного друг против друга, так, чтобы кровь этого животного текла между этими частями. Потому что вся церемония будет происходить между этими двумя частями животного и в его крови. Итак, все готово. Животное на месте, кровь пролита, и мы готовы к действию. Заметьте, что они проходят по крови. Что они будут делать в этой крови? В крови они будут давать друг другу обещания. В крови они будут давать друг другу обеты. Проходя между частями животного по крови, они произносят обеты. Они ходят по ней и делают все в крови. Кровь у них под ногами, и всякий раз, когда они проходят между частями животного, они произносят свои обеты и обещания. То, что они планируют делать друг для друга. В те времена, во дни Авраама, они стояли на крови. Сегодня мы этого не делаем. Но в те времена, они еще делали и порез на запястье каждого из представителей семей, так, чтобы из него пошла кровь. И когда кровь начинала сочиться из ран на их руках, вы могли видеть, как представители семьи Бергов и семьи Уильямс соединяли свои руки вместе, так, чтобы их кровь смешалась. И в этот момент, соединив руки, они поднимают их вверх, чтобы обе семьи видели, как стекающая кровь Уильямсов и Бергов соединяется в один поток. Теперь между ними кровь. Аллилуйя! Сегодня в обществе говорят о крови Иисуса, когда проходит церемония причастия. Так вот, их кровь смешалась, и следующая часть церемонии — обмен верхней одеждой. Воин снимает свою верхнюю одежду и одевает ее на земледельца, а земледелец снимает свою верхнюю одежду и надевает ее на воина. И теперь, когда вы смотрите на этого земледельца, вы видите его в одежде воина. А когда вы смотрите на воина, вы видите его в одежде земледельца. Что это значит? Это значит, что теперь у земледельца есть власть, воина. Это значит, что воин теперь обладает властью земледельца. Это демонстрирует, что скоро со слабостями и недостатками обеих семей будет покончено. Следующее, чем они меняются, — это орудия. Земледелец дает свои орудия труда войну, а воин передает свое оружие земледельцу. Вот это самое важное, чем они обмениваются, потому что в заветных взаимоотношениях всегда есть обмен вещами. Вы отдаете свои права. В заветных взаимоотношениях они отдают свои права воина и права земледельца. Они отдают свои права. Завет — это когда вы отдаете свои права на что-то. Пожалуйста, послушайте меня. Завет не забирает. Завет отдаёт. И если у вас есть заветный партнер, это значит, он должен отдавать вам, а не забирать от вас. Это значит, что у меня с тобой взаимоотношения не для того, чтобы что-то у тебя взять. У меня с тобой взаимоотношения, чтобы я мог дать тебе что-то. Что было бы, если бы люди вступали в брак с мыслями жениться, чтобы что-то отдать, а не взять? О, Иисус! Но сегодня в мире мы видим, как заключается брачный контракт. Это юридический документ, предназначенный для защиты ваших прав, а не для того, чтобы вы могли отдать свои права. Этим контракт и отличается от завета. Завет — это договор, по которому стороны отдают свои права друг другу, а не защищают их друг от друга. О, слава Богу! Но заключая контракт, вы этого сделать не можете. Если у вас есть контракт, то какой это брак? Если вы заключаете брачный контракт, тем самым вы утверждаете, что не доверяете друг другу. Это уже плохое начало для брака. Я не настолько доверяю и люблю тебя, чтобы отдать тебе мои права. И поэтому с помощью судебной системы и с помощью контракта я буду защищать свои права от тебя, если вдруг что-то пойдет не так. Если условия не будут выполнены, тогда мы сможем разойтись, и я смогу оставить свои вещи себе, а ты оставишь свои вещи себе. А в завете не так, потому что он удерживает их вместе с помощью того, что они обещали. Слава Богу! Вы это понимаете? Следующее, чем они обмениваются, очень значительно. Потому что сначала была семья Уильямсов и Бергов. А теперь происходит обмен именами. Две семьи становятся одной семьей. Теперь они все носят фамилию Уильямсберг. Это уже не две отдельные семьи. Теперь они одна семья. Задумайтесь об этом. Задумайтесь о том, как появилась эта семья. Эта семья родилась из обещаний. Эта семья родилась из заветных обетов и соглашений. Эта семья родилась не потому, что у них были общие папа и мама. Эта семья сформировалась, потому что у них было соглашение. И оно объединило людей, в которых текла разная кровь. И они смешали свою кровь. И они произнесли свои обещания в этой крови. И те обещания, которые они произнесли, и те обеты, которые они дали друг другу, сделали их той силой, которая называется семьей. И теперь они будут делать друг другу добро во все дни своей жизни. Именно это и произошло между царем Давидом и Мимфивосфеем. Мимфивосфей был сыном Саула. Извините, сыном Иоаннафана, который был сыном Саула. У Иоаннафана и Давида был кровный завет. Во время боя Мимфивосфей, сын Иоаннафана, упал и стал инвалидом. В то время Мимфивосфей считал, что царь Давид ненавидит его. Поэтому он боялся Давида. Потому что считал, что Давид убьет его. Но Давид не забыл о своей семье. Он не мог забыть об этом обещании, которое дал Иоаннафану и его потомкам. И однажды, мучимый воспоминаниями, Давид поднялся и спросил, остался ли кто в доме Саула, кому он мог оказать милость и проявить любовь. И один из слуг сказал, что Иоаннафана был сын, который жил в Ладебаре. И его звали Мимфивосфей. Давид приказал, чтобы кто-то сходил за ним. Мимфивосфей с великим страхом готовился предстать пред царем. И когда он предстал перед Давидом, то дрожал от страха. А Давид повелел посадить его за царский стол. Давид повелел слугам, которые служили ему, служить и Мимфивосфею. Давид взглянул на Мимфивосфея и сказал, «Всю твою жизнь мои слуги будут твоими слугами, и ты будешь есть у царского стола, ты и потомки твои, ибо я заключил завет с отцом твоим Иоаннафаном». А ведь Мимфивосфей боялся Давида в то время, как у него был с ним завет. Разве это нельзя сказать о некоторых из вас? Мы боимся, что Бог ненавидит нас, и что Он поразит нас, и что накажет нас. А на самом деле у Бога с вами завет. И по условию этого завета, Он и Иисус обещали делать вам добро во все дни вашей жизни. Он любит вас независимо от того, что вы сделали. И вам никогда не удастся заставить Его разлюбить вас, потому что Бог сказал, «Я не изменю завета Своего из уст моих исходящего» и Слова Своего мною произнесенного. Бог связан Своим Словом. Также и эта семья связана Своими словами. В браке муж и жена связаны Своими словами, а не записью в ЗАГСе. Ваши слова связывают вас вместе. Те обещания, которые вы произносите, глядя друг на друга, «Я буду любить тебя всю свою жизнь и никогда не оставлю и не покину тебя». Ведь вы не говорили, «Я уйду от тебя, если ты будешь действовать мне на нервы». Вы не говорили, «Я уйду от тебя, если ты не выполнишь условия». Вы сказали, «Не покину и не оставлю тебя». Вы сказали, «В болезни и в здравии, в бедности и богатстве, в счастье и в испытаниях». Вот что вы говорили друг другу. Но вы не обращали внимания на слова, потому что вы считали, что вас связывает что-то другое, а не слова и не обещания, которые вы давали друг другу. И поэтому вы забыли обеты. И вдруг вам кажется, что ситуация сильно изменилась, и вот вы уже бежите в суд подавать на развод, а в браке нужно проявлять стойкость. Сегодня вам кажется, что дела в браке идут плохо, но я никуда не уйду. Все плохо сегодня, да и на следующий день, но я никуда не уйду. Так бывает. Иногда нет ответов на все вопросы. Нужно, как говорит моя жена, проявить стойкость. Я помню, как моя жена однажды сказала мне, «Я не хочу быть с кем-то другим, поэтому хочу сказать тебе, что нам нужно работать над нашими отношениями». Я сказал, «Да, я тоже не хочу быть с кем-то другим, да и нет у меня времени на то, чтобы поднимать кого-то другого на мой уровень. Я почти поднял тебя на свой уровень, а теперь... Подумайте об этом. Вы вступаете в брак, проводите годы вместе, залечивая раны друг друга, а потом вы прерываете эти взаимоотношения и вступаете в брак с кем-то другим. И вам приходится начинать все сначала. Особенно, если это другая молоденькая девушка, которая ничего не знает, и вам приходится опять проходить через все это с терпением и пониманием. Нет у меня времени на все это. Я почти всего добился со своей женой. Я не побегу от своего исцеления. Я почти исцелен. Она почти исцелена. Остались еще несколько пунктов. Это раны, которые нуждаются в исцелении, и она над этим сейчас работает. Послушайте меня, право сказать, «У меня чудесный брак нужно заслужить». И таким брак может стать только если вы продержитесь вместе достаточно долго, чтобы Бог мог совершить то, что Он должен совершить. И если вы останетесь вместе по единственной причине, только потому что вы сказали, «Никогда не оставлю тебя», только по этой причине я останусь. Я обещал, и я исполню свое обещание. Мне сейчас плохо, и я даже смотреть на тебя не хочу. Не прикасайся ко мне, ничего мне не говори, и так далее. Никуда не уходите. Проявите выдержку. Поступайте правильно. Пройдите через огонь и медные трубы. И когда все это закончится, вы будете гордиться тем, что не сдались, что остались друг с другом, чтобы исполнить свои обещания. О, слава Богу! Потому что вы обещали. Потому что вы обещали. Потому что вы дали обещание. Мир больше не почитает этого. Мир больше не верит в брак, потому что не понимает, откуда в нас институт брака. Но это еще не конец. Потому что и во дне Авраама был пир на второй день. Когда они собирались и вместе вкушали пищу, они брали хлеб в руки и повторяли свои обещания друг другу. Но делали они это с большей силой. Земледелец говорил воину, «Я скорее накормлю тебя собственной плотью, чем позволю тебе умереть от голода». А воин говорил земледельцу, «Я буду драться за тебя до последней капли крови, но не дам тебе погибнуть в бою». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...